Медиа-карусель в плагине Elementor Pro. Меня зовут Федор Васильев и давайте посмотрим, что за такая медиа-карусель. Данный плагин Elementor находится в ветке Pro-версии коммерческого плагина Elementor. Давайте посмотрим. Я переношу Elementor на холст и сразу мы видим дефолтные такие картиночки. Я могу зацеплять левой кнопкой мыши и вот так вот перетаскивать, прокручивая, по сути, нашу медиа-карусель. Есть и стрелочки по бокам. Слева давайте посмотрим настройки стиля. Есть карусель, слайд-шоу и медиа. Три варианта. Давайте начнем по порядку. Карусель. Дальше ниже слайды. Изначально доступно 5 слайдов. Их можно удалять по крестику. Вы видите, кстати, автоматически идет смена, то есть прокрутка карусели. И заходим в первый вариант. То есть получается, нам нужно будет в каждый загрузить по своей картинке. И мы можем не только загружать сюда картинки, но и добавлять видеофайл. Также рассмотрим чуть позже. Я кликаю просто по изображению. Добавляю свое изображение. Вставить. Оно сразу появляется, вы видите, здесь. Дальше ссылка. Если хотите повесить ссылку, можно повесить на медиафайл. Или произвольная ссылка. Ссылка указывается ниже, и можно назначить ей открыть в новом окне. Я ссылку указывать не буду. Таким же образом вы добавляете изображение к другим слайдам. Аналогичным образом. И я добавлю еще к третьей. И получается у нас три слайда. Вот так вот перелистывается. Что касается адаптивного дизайна, то на планшете у нас все как обычно. В лучших традициях Elementor. Все адаптивно. Ничего даже делать не нужно. Сразу адаптивный дизайн. И на смартфоне перестраивается в один ряд. Все смотрится достаточно хорошо. И давайте пятый я удалю. А четвертым попробуем добавить видеофайл. Я переключаюсь на иконку видео. У нас есть также изображение, это заглушка, скорее всего, и ссылка на видео. И внизу подсказка. Ссылка YouTube или Vimeo. Я прохожу в YouTube, беру свой ролик, поделиться, копирую ссылку и пробую разместить ссылку здесь. Изначально видно заглушку. Давайте заглушку тоже повесим. Пускай это будет какое-то мое изображение. Давайте обновимся. И нажму предпросмотр. Вот, видно значок play на нашей картинке. Я нажимаю play. И во всплывающем окне видео проигрывается. Сейчас я нажал на паузу. Если вам нужно добавить еще элементов, вот кнопка добавить элемент. Дальше эффект. У нас изначально листание. Дальше выцветание. То есть у нас получается, во-первых, слайд он один во всю ширину. И вот так вот выцветает. Естественно, высоту мы можем регулировать, чтобы вот так это было. И также вот так вот можем управлять шириной. Давайте посмотрим еще куб. То есть вот такой вот перелистывающийся куб. Это смотрится достаточно интересно. И я думаю, многим это понравится. Я уставляю листание. У нас получается слайдов за раз. То есть получается, если один, это вот одна картинка. Три. Это вот так. Прокручивать слайды. То есть это у нас получается по одному. Вот так вот. Если сразу мы выбираем, например, по три, то будет сразу вот так по три прокручиваться. Ну и высоту я, наверное, сделаю так поменьше. Дальше дополнительные опции. Показывать ли стрелки, да, можно скрыть. Тогда у нас будет только навигационные вот такие точки внизу. Стрелки я оставлю. Нумерация страниц точки. Дальше есть дробь. Показано 1, 2. И есть прогресс. В данном случае я не вижу изменений. Или можно вообще брать нет и оставить только стрелки. Длительность перехода можно задать. Листать автоматически да, нет. То есть можно автоматически сделать так, чтобы не листалось. Скорость листания 5000. Ну это скорее всего миллисекунд. То есть это 5 секунд. Зациклить листание, да. То есть постоянно будет сюда прокручиваться. Пауза при наведении, да. То есть я мышку навел и не листается. Это нормальная практика. Можем оставить. Пауза при взаимодействии. Тоже можем оставить да. Перекрытие. Изначально ничего нет. Если текст, тогда при наведении можно задавать текст. Если вы видите, у нас даже появляется некая заглушка в виде затемнения. Подпись. То есть подпись, описание. Это то, что я показывал в предыдущих уроках. Как мы можем добавлять подпись, описание, заголовок к каждому изображению. Здесь вы выбираете. То ли подпись отображается на картинке, то ли описание изображения. Дальше анимация. Фед это проявление. И всякие, например, zoom in. То есть это именно вот этой подложке увеличение вместе с текстом. Размер изображения полный. Подгонка изображения. Можно выбрать вот так вот. Вмещать, чтобы полное изображение помещалось. Перекрыть и автоматически. То есть это вот как-то так. Если перекрытие, мы можем выбрать иконка. Тогда у нас на перекрытии появляется некая иконка лупы. Если иконка, то можно вот сюда кликнуть без иконки. Иконка плюс. Дальше у нас глазик и ссылка. Значок ссылки. Я верну текст. Отображать именно текст. Расстояние между. Это между слайдами. Расстояние можно задать. Дальше всевозможные. Размер границ. Там цвет фона. Скругленные углы. Цвет границы. Внутренние отступы. Навигация стрелки. Размер стрелкам. То есть вот они стали больше. Цвет. Надо подобрать какой-то цвет, чтобы они вот белые хорошо смотрелись. Дальше. Иконка проиграть. Цвет. Это иконка у нас там, где видео. Вот, например, она черная. То есть цвет самой иконки. И размер иконки на видеофайлах. Можно сделать больше. И даже задать некую тень. Я вернусь в настройки слайда. И отключу листание автоматически. Чтобы мне не мешало демонстрировать возможности данного плагина. Дальше мы с вами подобрались к перекрытию. То есть это вот этот серый фон. Цвет фона. Я выбираю, например, оранжевый. Вот он, видите, оранжевый. Можно задать прозрачность, чтобы за ним было видно наше изображение. Цвет текста. Это тот текст, который у нас появляется на самих слайдах. Можно управлять. Типография. Шрифты для этого текста. И lightbox. То есть lightbox это у нас там, где у нас есть видеофайл. Затемнение. Цвет. Вот сейчас наглядно видно, затемняется оранжевым цветом, например. Или каким-то вот таким. Цвет кнопки. Это кнопка закрыть. Цвет кнопки при наведении. Поставлю белый. То есть вот она при наведении сейчас белая. И ширина видео. То есть вот так можно управлять именно в lightbox открывающимся видеофайлом. Как вам больше здесь угодно. Дальше вам этот плагин будет нравиться еще больше. Мы возвращаемся в основные настройки. И выбираем здесь слайд-шоу. И получается одна картинка у нас будет наверху. Большая. И по стрелке происходит перелистывание. Как внизу. Оно прокручивается с заманчивым таким эффектом. Так и наверху. И этот плагин занимает пятое место. Наивысшую оценку, на мой взгляд, из всех плагинов Elementor Pro. Я считаю, что здесь очень большие возможности в одном плагине. Но когда ниже вы еще выберете эффект куб, то я думаю вы влюбитесь в этот плагин еще больше. Дальше также можно управлять высотой верхнего слайда, именно который у нас самый крупный эскизы. Но здесь все понятно. Соотношение. Это у нас нижние 16-9, да? То есть вот так вот можно еще нижними управлять. Оцентровать слайды. То есть это тоже придает некий очень симпатичный эффект. Например, вот так вот. Если в полную картинку. Также этот вариант отлично смотрится на мобильных устройствах. И последний интересный вариант в стилях это медиатека. Выбираем ее. Изначально вид у нас вот такой. По бокам они немножко под наклоном. Смотрим. Вот так это будет перелистываться. Кому-то тоже это может понравиться. Также высота доступна. И вот такая вот ширина. Вот в принципе все настройки данного плагина. Если вас плагин Elementor Pro заинтересовал, вы сможете приобрести его по ссылке в описании к этому видео. Покупая плагин, таким образом вы поддерживаете меня. На этом видео я заканчиваю. И увидимся с вами в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал.